Кроссоверы постепенно вытесняют с рынка другие типы кузовов. Но им по-прежнему противостоят седаны, востребованные и в бюджетном, и в бизнес-классе. Расскажем о новых четырех дверках, которые вскоре могут появиться на нашем рынке. Чинган раскрыл любопытные подробности о своей новой модели D-класса с индексом C385. В арсенале седана значатся аж три силовые установки. Гибридная, электрическая и водородная. Запас хода двух последних достигает 700 километров. А гибрид без дозаправки способен преодолеть целых 1200 километров, потратив при этом всего 4,5 литра топлива на соль. Кроме того, здесь есть автопилот, способный без участия водителя вести машину по маршрутам. В общем, получается достойный конкурент Tesla Model 3. Конечно, быть в настрее прогресса хорошо, но зачастую сильно накладно. Зато новинка от бренда Chery имеет все шансы стать народным антикризисным бестселлером. Речь идет о модели C-класса Chery Arizo 6 Pro. Пока компания официально привезла ее в Узбекистан. Но и Россия в план. Седан построен на простенькой платформе со стойками Макферсон спереди и балкой сзади. Под капотом полуторалитровый турбомотор мощностью 147 лошадиных сил и вариантов. Список оснащения по-китайски богат. Панорамная крыша, цифровая приборка и мультимедиа-центр с огромным экраном. О ценах пока информации нет, но в КНР автомобиль стоит примерно 1 миллион рублей. Еще один представленный на нашем рынке бренд Gili показал гибридную версию своего седана M Grand L. Модификация Hi-X имеет запас хода 1300 километров при среднем расходе всего 3,8 литра бензина на соль. В составе силовой установки бензиновая полуторалитровая турбо-тройка, стартер-генератор и тяговые электродведи. Суммарная отдача 245 лошадиных сил и 540 ньютон-метров крутящего момента. На внутренний рынок гибрид выйдет летом. А к нам тем временем поступит другая их новинка – кроссовер Манжаро. Сроки появления M Grand L будут объявлены позже. В общем, пока одни сворачивают производство седанов, как сделал Volkswagen со своим знаменитым Passat, другие разрабатывают новинки. Так что седаны пока рано списывать со счетов. Модели попроще всегда будут пользоваться спросом за счет доступной цены. А крупные, технологичные и дорогие четырехдверки подчеркнут статус владельца.